Всем приветики! Изначально на Xiaomi 13T стоит MIUI 14 И в принципе сразу, когда включаешь телефон и подключаешь интернет Тебе предлагают обновиться до HyperOS Но я не обновлялся, и вот целый месяц хожу с MIUI Потому что, как я уже говорил, у меня предыдущий телефон был Xiaomi на MIUI С 2018 года я им пользовался до 23-го Я уже так сильно привык к MIUI, что я был не готов перейти прямо на новую iOS Потому что, как я понимаю, это будет новый интерфейс Я не знаю, что там в HyperOS, но я предполагаю, что это будет новый интерфейс А для меня телефоны так новые, здесь много новых функций, поэтому я был не готов А сейчас, спустя месяц, когда я полностью привык к телефону, то я уже готов Я, кстати, даже шторку здесь сделал старую Потому что здесь была шторка MIUI, но уже улучшенная А я вернул старую, как была еще раньше не улучшенная Потому что, ну, как бы мне непривычно было перейти со старого телефона на новый А здесь уже куча новых функций, куча нового интерфейса Всякие разные штучки И даже то, что у меня было IPS, а это AMOLED, уже тоже много чего нового добавляет Потому что на заблокированном экране могут отображаться часы На IPS такого не может быть И поэтому мне пришлось привыкать А сейчас, когда я в течение месяца уже ко всему привык Все, я готов обновиться И поэтому сейчас вот я буду переходить на HyperOS Если можно было бы, я бы, конечно, остался на MIUI Но проблема в том, что если не обновляться совсем То тогда и не получишь исправления ошибок Потому что как раз-таки, если в телефоне есть какие-то ошибки То обновления системы их исправляют Они могут, конечно, и не исправить Но именно с обновлением системы могут и прийти исправления ошибок А если не обновляться, то они точно не исправятся Поэтому сейчас буду загружать вот как раз-таки HyperOS И смотреть, что там изменилось Только косметика или действительно пофиксили Что-то пофиксили К примеру, они могут пофиксить Ну, как бы оптимизировать работу приложений И батарея будет медленнее разряжаться Поэтому обновление много чего может сделать И вот сейчас буду обновляться до новой АС-очки Ну вот и все Обновил телефон до HyperOS И получается это все та же MIUI Только более улучшенная Получается добавились вот новые пунктики Такие как взаимосвязь с другими устройствами Xiaomi Потом другие способы подключения Такого тоже не было Ну, может быть, где-то и было Но все в разных менюшках А тут прям все вот оно Потом в блокировке экрана Или нет, не здесь А там, короче, стиль появился новый А вот он, стиль блокировки И прям можно все настроить Шрифты там, цвет вообще все Короче, я пожалел, что я сразу не обновился Короче, это все тот же самый Xiaomi Тот же самый MIUI Только более улучшенный После обновления он как-то Плавнее что ли стал работать То есть HyperOS как-то больше Ну, больше заточено, что ли Под это же лезо Потому что я когда обновился Как-то что ли Чуть-чуть поплавнее Как будто бы стало И я еще думал, что-то изменится Ничего не изменилось Все те же самые настройки Только новые пункты добавились И даже менюшка осталась такая же Вот эта Разве что иконки все сбросились Нужно заново их переставлять Так как я ставил Вот, и добавились два новых приложения Это GetApps Ну, у тех, у кого был российский регион GetApps и было А у меня регион Белоруссии У меня не было А теперь появилось И появилось Mi Home Это тоже для устройств Xiaomi Типа там, для умного дома То есть, короче, у меня два новых приложения Появилось Вот, но у кого российский регион У того одно Mi Home появится И новые пунктики Вот, взаимосвязь Другие способы подключения И все, в принципе Ну, и блокировка Да, и блокировка еще Можно настроить более Ну, как-то Чтобы под себя было И все А так все то же самое Поэтому Никакого нового интерфейса Я думал, что, может быть Как-то все по-другому Будет выглядеть Все точно так же Абсолютно Поэтому, если кто-то купил 13T Или вообще любой Xiaomi И там есть обновление Для HyperOS Все, можно сразу обновляться Даже не париться Это тот же самый Xiaomi Просто более Более Продуманный Менюшек больше Там Больше настроек Ну, типа, вот Те же вот Другие способы подключения Все в одном месте Все так удобно сделано Блокировку можно настроить Прям максимально Под себя То есть, вот Теперь уже Здесь не отпечаток Показывать, как раньше Такие, типа Ну, как бы Линии пальца А кружочек Так более красивее Кстати Разблокироваться Стало моментально То Хотя нет Ну, короче Раньше Раньше она дольше Думала Сейчас побыстрее Не моментально Но Явно побыстрее Чем было Ну, и красивее Что кружочек То есть, если кто-то Телефон возьмет Не поймет Для чего здесь кружочек Когда там нарисован Отпечаток пальца Понятно, что Там Надо палец переложить Сейчас кружочек А до этого был Такой отпечаток Кружок А в нем отпечаток нарисован И понятно, что это А так непонятно Кружочек Да и кружочек Короче Получше стало Я рад, что обновился И, кстати, обновляется Оно совсем по-другому Раньше В старых Xiaomi Ты скачиваешь обновление Нажимаешь установить Телефон перезагружается И вот, когда он включается После перезагрузки Идет полоса установки А тут оно сразу Вот, когда ты здесь Нажимаешь обновить Оно скачивает Потом обновляет Устанавливает Синхронизирует А потом просто нажимает Потом просто говорит Перезагрузи Ты нажимаешь перезагрузить Оно выключается И при включении У тебя уже пишет HyperOS И дальше загружается И все У тебя уже у HyperOS То есть оно Устанавливает Не при выключенном телефоне Как раньше А при включенном Вот А после перезагрузки Оно просто все применяет Так что До HyperOS Лучше обновиться сразу Ничего не изменится Станет наоборот Только лучше Вот Ну а на этом все Всем Покедова Продолжение следует...